Ну, прежде всего, в основном, я бы хотел, чтобы эта затея была поддержана по одной простой причине, что очень часто так бывает, что люди хотят как бы снимать кино, но какое, ну вот какое тут хотят, вот дайте нам 200 миллионов долларов, и мы снимем «Титаник». Это все очень абстрактное и очень иллюзорное представление о том, что на сегодняшний день представляет из собой кино. И вопрос денег, он всегда был для кино ключевым, но все-таки начинать нужно с идеи, начинать нужно с желания снимать кино. И вот люди, которые затевают этот проект, сначала вот этот короткометражный «История заблудшей овечки», и потом полнометражное «Воскресенье», вот, я вижу в них именно то качество, которое, мне кажется, совершенно необходимо для всякого человека, который собирается снять кино. Это желание снять кино. И вот тот способ, которым они хотят добыть деньги на этот проект, они могут быть, способы разные, но вот этот способ, он совершенно замечательный, когда в это вовлекаются будущие зрители, люди заинтересованные буквально. И здесь ответственность, конечно же, на режиссере, я его все-таки знаю, и могу так или иначе все-таки ручаться за него, и по образу мысли, и по таланту, я думаю, может получиться очень интересная история. Очень интересная история, история заблудшей овцы. Мы очень часто в жизни промахиваем это. Кажется, это такая простая вроде бы истина, которую сказал Иисус. Если у вас будет сто овец, одна потеряется, неужели вы не бросите все стадо, и не пойдете за заблудшей овцой? А это мысль ключевая в современном, в сегодняшнем мире. Если бы мы по этой, грубо говоря, инструкции жили, ну, наверное, наша жизнь какая-то была бы другая. И сейчас речь не идет ни о воцерквенных людях, ни о атеистах, это не важно. Те принципы, которые заложены в основе этой истории, они важны для всех. И вот, хотя Иисус говорил, я пришел в мир спасти заблудших именно, вот. И каждый из нас, или почти каждый, не считает себя заблудшим, хотя по большей части мы все такие, в общем, и есть, в той или иной степени. Есть в большей степени люди, на которых выпали испытания тяжелые, вот, и нуждающиеся в активном таком спасении. Есть, вроде, внешне благополучные люди, но на самом деле та перспектива жизни, которую они для себя построили, в общем, говорит все-таки о том, что они заблудшиваются. Потому что в основном, ведь сейчас проблема, основная проблема – это отсутствие цели. Отсутствие цели в мире, вот, отсутствие идей жизни. И, по большому счету, если, если каждый из нас, знаете, была такая формула, что, ну, чтобы жизнь обрела смысл, нужно посадить дерево, построить дом, там, родить ребенка, и все. Вот, ну, более-менее, может, нам удается это сделать. Но есть высшая цель, вот, спасти, если заблудшего, включая самого себя, на самом деле. Вот, и относиться к ближнему так же, как к саму себе – это, на самом деле, ключевой вопрос. И когда отсутствуют формальные идеи, ну, как, там, в нашем детстве была идея, там, строительство коммунизма, и тоже была идея, и тоже она формировала в людях хорошие качества. Есть религиозная идея христианская, есть идеи других конфессий, это неважно, потому что в основе все равно лежит любовь. И в конечном счете, если учитывать даже то, что до появления вот символа креста в христианстве, символом христианства был юноша, несущий на плечах овцу. Вот, и, вот, мне кажется, этот образ, он может позвучать очень современно и сегодня. Юноша, несущий на плечах овцу. Давайте поддержим этот фильм и еще раз докажем, что мы вместе.